В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова праздничная атмосфера. Здесь восьмой раз представляет свою программу фестиваль «Золотая маска». Ульяновцы его ждут всегда с нетерпением. Билеты раскупили ещё за две недели до начала. Я хожу в наш театр регулярно и на постановке Ульяновского драматического театра. И когда приезжают с гастролями, обязательно в порядке. Очень часто ходим, очень люблю театр. Приходим практически на каждые фестивали. А знаю очень многих актёров, но посещаем регулярно. Зрители с удовольствием приходят посмотреть на лучшие спектакли театральной России. Честно говоря, не так часто мы бываем, тем более на столь знаковых событиях. Но сегодня надеюсь, что мы этот прогул восполним и получим то удовольствие, которое артисты всегда дарят своим зрителям. Первую в истории нашего региона национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства получила в 2014 году актриса Ульяновского драмтеатра Кларина Ивановна Шадько. Уже больше трёх лет нет с нами Кларина Ивановна, но её «Золотая маска» бережно хранится в театре под стеклом. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова назвала имена и других обладателей этой высокой награды. Золотомасочником является Дмитрий Михайлович Аксёнов, работающий в театре «Инфантерипл». Владимир Александрович Золотарь номинировался на «Золотую маску» и получил специальный приз этого фестиваля. Поэтому мы, конечно, очень гордимся своими «Золотомасочниками». Директор театра Наталья Неконорова отметила, что фестиваль любят не только зрители, но и актёры, все театральные деятели региона. Для нас это очень любимый, дорогой и очень содержательный проект. И надо сказать, что всегда, каждый год сюда приезжают спектакли в полном оформлении, с полным первым составом исполнителей. Этот фестиваль держит очень серьёзную марку, поэтому является самой престижной театральной премией в нашей России. Почётным гостем фестиваля и одновременно его участником стал народный артист Российской Федерации, президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский, который приехал в Ульяновск накануне своего 75-летнего юбилея. Он подчеркнул, что свою главную функцию в качестве президента «Золотой маски» видит в работе с регионами. Понимаете, когда я приезжаю в регионы, и я вижу, что происходит с людьми, когда у нас есть возможность привозить, ну, действительно, лучшие спектакли, лучшие спектакли, качественные спектакли. Мы не всегда можем привезти то, что мы хотим, из-за, так сказать, возможностей города, подготовленности и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вижу зрителей, я вижу людей, как они хотят, как они хотят увидеть. Во время торжественной церемонии гостей, участников и зрителей поздравил с открытием фестиваля губернатор Алексей Русских. Ульяновский зритель очень ждал и ждет всегда этого фестиваля. У нас два театра представлены. Это театр, Московский театр, театр Академический имени Маяковского, театр, в который я часто ходил, когда был студентом, когда учился в Москве. И театр Новосибирский, называется «Глобус», молодежный театр. Всего четыре спектакли вы увидите. Я уверен, что сегодня вам очень понравится, вы получите большое удовольствие. В первый вечер фестиваля зрители увидели спектакль Московского академического театра имени Владимира Маяковского «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Главную роль в ней исполнил сам Игорь Костолевский. 7 числа программу фестиваля продолжит спектакль театра имени Маяковского «Школы жен» по пьесе Мольера. А 9 сентября выступит Новосибирский академический молодежный театр, который представит спектакль «Мальчики» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.